Налоговое и наследственное планирование, как защитить активы. То есть сразу три на самом деле вещи. Постараемся в кратком таком пробежаться. Это планирование налогов, планирование наследования. И оно же является и планированием защиты ваших активов. Чтобы получать доходы, нужно иметь активы, а чтобы иметь активы, их нужно сохранять. Почему нужно думать о защите активов? Потому что есть другие люди, другой мир не очень к нам дружит. Пока мы растем в школу, ходим в детский сад, все хорошо. Когда мы начинаем самостоятельно жить, зарабатывать деньги, то получается так, что наши интересы вступают в конфликт с интересами окружающих и наоборот. Это среда внешняя, это и люди, и государство, и конкуренты, и многие-многие-многие другие возможные интересанты. Они будут придетовать на ваши активы, и поэтому приходится их защищать. Это такая старая история с момента развития человечества. Сейчас к ней добавились еще более глобальные вещи. Это экономика страны, если она развивается хорошо, активно, если не развивается плохо, политика, конфликты политические между странами. Ну и прежде всего, конечно, частные интересы. Сосед всегда завидует, что у вас трава на газу не зеленее, и часто он хочет как-то эту траву тоже, чтобы он по ней ходил, а не ваши дети. Это и конкуренты, это и нанятые конкурентами недобросовестные чиновники. Масса людей могут предъявить претензии на ваши активы. Это ситуация в семье, да, вы, конечно, детям своим доверяете, и супруге тоже, но случается так, что вы можете развестись, у вас будет новый брак, тогда супруги между собой не очень ладят, а если они не очень ладят, возможно, в том числе с претензиями на ваши активы. Дети могут выходить замуж или жениться, и дети-то у вас хорошие, а вот супруг или супруга, может быть, немножко, так сказать, как-то по-другому к вам относятся. Тоже большая проблема. И основные задачи по защите активов, прежде всего, это, конечно, их сохранение активов и их стоимости, да, и стоимость активов – очень важный момент для развивающих стран, где валюта постоянно дешевеет, да, и то, что у вас было когда-то миллионам долларов, сейчас уже мало того, что инфляции в долларах, тоже, так сказать, в рублях вообще ужасно, да, и в гривнах, и в тенге, вот, нужно думать о том, если вы живете внутри страны, конечно, проблемы никакой нет, вернее, есть, но она такая, не видно, но если вы путешествуете по миру, какие-то есть бизнес или личные интересы за рубежом, то стоимость в валюте, да, конвертируемые активы для вас важна очень вещь, защищать нужно от недружных действий, но еще вот очень важно – это вопрос с наследованием. Здесь на этом слайде кратенько, какие способы защиты, начинать нужно с их создания, чтобы была деловая цель, чтобы было понятно, где вы эти активы взяли, да, иначе могут всегда отсудить или отобрать, да. Самым главным способом для наших стран является дистанцирование собственника, чем вы дальше от активов, тем сложнее у вас эти активы отобрать, вас поймать сначала надо, да. Вот, ну а если говорить серьезно, то, ну, дистанцирование от собственника – это серьезная, на самом деле, история, да, связи с кондиционерами легко надавить, но надо брать, поэтому чем дальше от формального владения, тем лучше. Ну и есть масса структурных решений, которыми мы, собственно, и занимаемся, это использование зарубежных компаний, фондов и трастов, акционерные соглашения, относительно новая вещь, да, для России, закрытые боевые и институционные фонды, дорогая достаточная вещь, дороже даже, чем зарубежные фонды, да, инвестиционные, о которых Владимир рассказывал, последние ремно-следственные фонды, но они пока еще не работают, в общем, не очень пока удачные конструкции, но выбор места жительства тоже важен. И сейчас следующие два слайда, Владимир вкратце расскажет об иностранных компаниях и фондах, как инструменте защиты активов. Да, обычно, когда такой вопрос возникает, у наших клиентов речь идет о каком-то активе, в России, это или там компания, или недвижимость, и когда откуда-то видно, что за всем за этим стоит российское физлицо-резидент. Самым простым решением обычно в таких случаях является заменить вот это физлицо на иностранную компанию, которая, во-первых, по статусу иностранной, да, то есть она и в России, и за границей может судиться, и из реестра, который не видно, кто акционер, а кто директор в этой компании. То есть нельзя сказать, кто за этой компанией стоит, российский резидент или какой-то реальный западный инвестор. И начинают обычно с этого, но часто для структурирования холдингов на первый этаж холдинга ставится компания или с респектабельной юрисдикцией, или компания, имеющая налоговое соглашение с Россией, чтобы правильно заводить и выводить инвестиции и доходы от этих инвестиций в виде дивидендов или процентов по займам. В этом случае вот эта компания первого уровня, как правило, находится в юрисдикциях прозрачных, откуда, куда можно зайти, даже через интернет, например, в Гонконге или в Сангапуре, или в Великобритании, посмотреть, кто там является директор и акционер, и увидеть, что это то же самое лицо, кто был раньше владельцем, если ничего не предпринимать. Поэтому в этом случае холдинг делается несколькоэтажным, там бывает двух, трех, там и более этажным. Каждый этаж выполняет определенную задачу, но в конечном счете, если речь идет о защите, в первую очередь информационной защите такого актива, то делается, чтобы не было видно ни на одном этаже, что за этим за всем стоит, например, российский резидент. Директорами нанимаются номинальные директора, так называемые, акционеры могут быть тоже номинальные акционеры, или персональный холдинг второго уровня, уже из закрытой юрисдикции. Таким образом, здесь у нас такой сэндвич получается, двухэтажный, два холдинга. Помимо компаний, Сергей, будь добр, там следующий слайд, в которых, кстати, надо обратить внимание, как она переходит из состояния, когда там акционером является физлицо, в сегодняшний день становится акционером иностранной компании, по какой цене она покупает, покупает, или обменивает, или реструктурирует займы, чтобы правильно отодвинуть этот актив от того, что вот это физлицо продолжает там иметь интерес. Есть вот более сложный инструмент, который здесь представлен на втором слайде, это Trust или фонд. Фонд – это конструкция континентального права, он называется Foundation. Foundation, не путайте с инвестиционным фондом, который в западной терминологии называется Fund. То есть Foundation – именно такая некоммерческая организация, часто которая используется в том числе для благотворительных целей или для наследования. Ну и аналог этого фонда в общем праве – это Trust, договор. Они выглядят очень похоже по структуре и по задачам. И здесь вы увидите, есть несколько элементов в Trust и в фонде, мы их там поэтому привели через слэш, есть учредитель. Это по сути клиент наш, кто создает правила этого Trust или фонда, наделяет активами первыми этот Trust или фонд. И в дальнейшем может что-то менять в этом Trust или фонде. Это бенефициары, которые очень похожи на наследников в завещании, потому что там тоже есть очереди, первая, вторая, третья и так далее. И в этой очереди правила, прав этих бенефициаров очень похожи на права по завещанию, что пока остается кто-то из бенефициаров первого уровня, права не переходят к бенефициарам второго уровня. Есть Trust и управляющие, которые всем этим управляют в соответствии с этими ограничениями, которые в случае с фондом. Уставе фонда содержится в случае с Trust, содержится в договоре о создании Trust. Иногда над этим управляющим ставится протектор, как надзирательный орган, который может ограничивать какие-то действия и давать больше контроля владельцу активов за действиями этого Trust или фонда. И вот почему вот эти Trust или фонды более защищены, чем обычные компании, потому что имеет место отделение вот этого актива от, из лица. Когда сеттлер вкладывает актив в Trust или фонд, это действие происходит через некий аналог дарения, оно там иногда даже называется дарение, хотя терминами, которые другие страны пользуются, является endowment или donation, вот, то есть наделение активом одностороннее. Очень похоже, когда какое-то имущество в благотворительный фонд отдается. Вот таким действием имущество вкладывается в Trust или фонд и перестает принадлежать тому, кто вложил. Есть некий переходный период, когда можно оспорить вложение имущества в этот Trust или фонд, когда это вложение происходит под какое-то рискованное событие. Например, кредиторы претендуют на отъем имущества у учредителя, а он вместо того, чтобы отдавать, вложил это имущество в фонд. И в этом случае можно оспорить, что это было сделано уже, когда вот эти требования кредиторов появились, и это имущество вернуть. Обычно такой срок, когда можно обратно вернуть имущество учредителю, в разных странах по-разному, но часто он 2-3 года, в Великобритании 7 лет. И это приводит к тому, что эти конструкции хорошо работают, когда создаются в мирные времена, когда еще риск не сработал, когда он только в перспективе возможен. Этот фонд или трасс должен отстояться некоторое время, и после этого стать такой уже совершенно защищенной структурой от возможного оспаривания внесения этого актива в этот фонд. Бенефициары, которые регулярно могут получать доход из этого траста или фонда, они в конечном счете могут со временем стать и собственниками этого актива, потому что трасс создается на срок. 50-100 лет какой-то срок указывается в трастовом договоре, и по его завершению, то, чем этот траст на этот момент владеет, то, что там внизу, например, компания у нас приведена в качестве примера, это может быть банковский счет или недвижимость напрямую оформленная на траст. Это все перерегистрируется при закрытии траста опять на бенефициарах. Они это будут владеть тогда, когда траст закроется, то есть это когда-то в будущем. На сегодняшний день они не могут повлиять на то, чтобы по их инструкции получить какой-то доход или каким-то образом переоформить актив, они просто получают доход, других прав у них нет. И на этом строится защита. Из-за того, что сеттлер имеет отношение к некой истории этого актива, он заработал деньги, на которые был куплен актив, он показал стощик происхождения этих денег, но в момент, когда эти активы уже в трасте, он уже тоже не имеет к этому отношения, а бенефициары еще не имеют к этому отношения. Получается, что вот этот фонд или траст, он находится между прошлым и будущим, вот этих вот прошлыми и будущими владельцами этого актива. И поэтому на сам этот актив претензию передать распространить нельзя, если они приходят со стороны бенефициаров или со стороны сеттлеров. Это используют часто для того, чтобы этот актив защитить. Мы видели такую практику очень активно в Украине, когда там был передел имущества. В России таким образом меньше нам встречается, хотя тоже клиенты, которые совмещают вопрос защиты актива с вопросом наследования, что сейчас, наверное, более даже актуально для России, они используют это, в том числе, чтобы защититься от каких-то недружественных действий. Кстати говоря, на Западе основная мотивация создания таких конструкций – это не защита, а скорее налог на наследование, потому что… Это не маят, потому что… Да, в развитых странах, но это первее всего, налог на наследование может достигать 40%, например, в Великобритании или 50% в Германии, там и более, в Швеции там, по-моему, выше даже, чем 50%. И зачастую эту сумму наследники должны аккумулировать откуда-то из других источников, а не за счет самого наследства. И если там актив очень большой, скажем, 1 миллиард долларов, то задача для наследников может вообще стать нерешаемой, где-то найти эти деньги, чтобы раскрыть это наследство. Там вот это главный фактор, чтобы создавать такие конструкции. А в России и странах СНГ главным фактором является то, что для получения права по наследству должно пройти 6 месяцев, в течение которого происходит процедура по наследственному делу. Ну, такие же сроки, похожие в странах СНГ. И за это время с активом может случиться все, что угодно. Он может исчезнуть, поскольку им управляют директора. Там могут быть другие акционеры, минно-ориентарии, там будут быть какие-то конфликты владельцев. В этом смысле для клиентов из стран СНГ возможность моментально переключить собственность, если случился страховой случай с бенефицаром, является главным движущим фактором вот такой защиты. И так как имущество уже не принадлежит сеттлеру и еще не принадлежит бенефицару, то просто управляющим этим трастом или фондом предъявляется свидетельство о смерти, и он у себя понимает, что вот в этой линии бенефицаров права переходят к следующему уровню бенефицаров. Это действует прямо моментально с момента предъявления документов. На этом основана защита, да, и в том числе защита от налога на наследство, которое, поскольку это имущество уже отделено от наследственного имущества. Спасибо, очень интересная большая тема. Может, когда-нибудь отдельно по фондам трастом поговорим. Сейчас попробуем все-таки завершить нашу сегодняшнюю, по крайней мере, презентацию. У нас еще Алексей впереди. Российское средство, да, так сказать, не требует, в общем, даже выхода за рубеж, да, в зарубежную юридикцию, акционерные соглашения. Вот идея какая? Дополнение к уставу, собственники или основатели бизнеса договорятся о том, как они будут управлять компанией, а главное, как новые люди будут приходить в компанию, и как они будут уходить. И очень важный вопрос о наследовании, да, потому что вот эти шесть месяцев, чтобы не ждать, если есть в акционерном соглашении ваш сын или супруга, да, или кто-то еще, кто может непосредственно сразу участвовать во владении и управлении активами, это сильно помогает от того, чтобы через шесть месяцев этот актив не испарился. Да, вот мы, наверное, сейчас читали в газетах, Катерина Боссов, да, там судится с семьей, с мамой и с детьми Боссова самого, да, который, вот, скажем, постижно, да, ушел из жизни весной. Там миллиарды большие, да, почему? Потому что, так сказать, нет, не было ни завещаний, не было прописано соответствующим образом в структуре владения, как происходит этот переход собственности. Вот в этих же акционерных соглашениях тоже очень важно для России, когда два партнера, да, инициально сделали бизнес большой, и вдруг взгляды их разошлись дальше на бизнес. Один не участвует, второй участвует, или кто-то считает, что доля несправедлива, а сделать они не могут ничего, потому что у них равное количество голосов. Акционерные соглашения могут как раз предусматривать такие варианты выхода из таких вековых ситуаций. Там очень красиво называется русская рулетка, как в Техасской рулетке, у них есть некоторые разработаны в мире правила решения таких ситуаций. Изменение капитала, да, кто-то не хочет новых акционеров, кто-то хочет, вот. Ну и, в общем, важно, конечно, это вхождение новых людей, да, членов семьи, да, не только вхождение в владение компании, но и вхождение в управление компанией, да. Детей нужно готовить, если они, конечно, хотят участвовать дальше, обидеться с тем, чтобы они постепенно входили, если наступает, так же называется, страховой случай, чтобы они могли полностью взять образные правления в свои руки. Вот еще очень важный момент, это в акционерных соглашениях можно выбирать применимое право разбирательства. Это применимое право, это может быть высокий суд Лондона, Англия и Уэльса, да, это может быть, так сказать, ГАГ, это, так сказать, трибунал, трибунал, все, что хотите. Почему? Потому что российским судам почему-то не все, так сказать, в достаточной степени доверяют, да, вот и, предположительно, в других юрисдикциях будет более объективное разбирательство по делу. Таким образом, акционерные соглашения и внутри России, и очень важно, в зарубежных компаниях, в киках этих, да, тоже не поленитесь делать акционерные соглашения, потому что, если что-то с владельцем кик происходит, что будет с его счетами, кто будет управлять всей этой недвижимостью, которая под киком находится, это тоже очень важный момент, это не соглашение в зарубежных компаниях. Наследование, два слова, вот, мы об этом заявили, тоже большая отдельная тема, вот, она сложная для восприятия психологически, у нас ее не принято, это табуированная тема в России, да, тема смерти, вот, никто не хочет рассуждать о том, что он когда-то уйдет, даже внутри семьи такие разговоры не очень, как бы, ведутся, да, ну, не принято, да, кроме того, это достаточно отдаленно для всех, все думают, перспектива, да, это такая пандемия приблизила ее к нам, да, реально люди умирают из нашего окружения, внезапно, причем, да, вот, не успевные завещания сделать, никаких распоряжений сделать, об этом нужно думать. Отсутствие формальной структуры в большинстве российских компаний, да, собственник управляет компанией, не имеет даже полномочий в этой компании, сплошь и рядом, когда собственник уходит, поясняется, что никто не имеет полномочий, кроме, там, нанятых каких-то номинальных непонятных директоров массовых или кого-то еще, все это, конечно, приводит к разорению бизнеса не за шесть месяцев, а, там, не знаю, за шесть дней, может, да, вот, не очень люди любят делиться даже с домашними своими делами на работе, да, семья обычно ничего не знает о том, чем занимается муж, кроме того, что он приносит регулярно деньги в рублях или в валюте, вот, и сплошь и рядом к нам приходят члены семьи, когда что-то случается главным бенефицаром, вы знаете, я только знаю, что он уходил к вам в компанию, все, это все, что супруга знает в зарубежных активах ушедшего человека, это, конечно, не порядок, нужно обо всем подумать заранее, с тем, чтобы могли более эффективно помочь, хотя, в общем, в таких критических случаях тоже, конечно, помогают. Браки и разводы, дети, супруги детей, большая тоже проблема, мы об этом тоже редко думаем, когда дети становятся взрослыми, у них свои интересы, частные совпадающие с вашим, к сожалению, они живут в другом деле, тоже об этом нужно думать и с точки зрения передачи активов управления. Ну и еще главная на сегодня сложность, по крайней мере, для наших клиентов, да, у нас международные клиенты, работающие в разных странах, проживающие в разных странах, это конфликт наследственного права разных стран, недвижимость, другие активы и проживание в разных странах, возникает большую сложность в определении права применения той или иной страны в случае наступления наследственного случая. Вот, есть международное законодательство, есть соглашение у России, по-моему, около 50 стран, да, так сказать, заключились с нами соглашения по гражданской, по помощи гражданским делам, там в некоторых соглашениях есть и вопрос о наследовании, тоже нужно думать, да, если вы там, у вас на Кипре бизнес и недвижимость, не пленитесь, почитайте, да, это соглашение с Кипром, даже по помощи гражданским делам, что там написано про наследование. Вот, часто наследственное право других стран отличается от российского, да, и друг от друга тоже отличаются, да, скажем, с недвижимостью более-менее понятно, да, она наследуется по стране, ее на местонахождение, но даже в России с недвижимостью тоже в последнее время, тоже, знаете, возникли сложности, скажем, там, знак на этом самом, на здании является недвижимостью или нет, недавно я тут читал, по-моему, Минфинное письмо, кабели, оказывается, являются недвижимым имуществом, движимым, потому что их можно вытащить из этих самых там люков, где они там проходят, а вот в других странах тоже есть такие тонкости, вот все это входит в активы, очень интересно, что акции и деньги тоже в разных странах являются либо движимым, либо недвижимым имуществом, и тогда, соответственно, они наследуются по законам либо юрисдикции местонахождения этих денег, акции, либо по месту юрисдикции владельца, да, общее правило, движимое имущество наследуется по правилам резидентства его владельца, вот, это тоже проблема с резидентством, он мог жить в одной стране, умереть в другой, иметь регистрацию в третьей, тем не менее, скажем, штатах, если деньги находятся на американском счету, это считается недвижимостью, да, вот, и тогда они наследуются по американским законам, а если деньги находятся даже американцы в зарубежном счету, то это другая совершенно, это тоже очень много всего, и когда вы в разных странах находитесь, вас может застать как бы неприятным или в какой-то из этих стран, тоже об этом лучше заранее подумать. Ну и у нас было, так сказать, к сожалению, да, каждый год бывает несколько случаев таких, когда, такой стандартный вариант, у клиента есть компания BVI, Cichel, еще какая-то, есть на Кипре бизнес, есть в России бизнес, сам проживает в Испании, там, не знаю, в Германии где-то еще, внезапно уходит, и вот тогда получается большая-большая проблема, да, потому что непонятно, какие активы, каким правилам распределять, и главное, как еще доказать, да, доказательная база должна, сказать, для владения активами, для того, что человек не стал, то же документы нужно элементарно собирать, доказывать властям, они не очень хотят с этим активом расставаться, они рассчитывают, что останется на этой территории, нужно подъявлять свои права и их отставить. Какие есть практические решения по наследованию, да, ну, первый исторически, такой самый простой, да, он периодически возникает у нас в России, так сказать, волнами, да, это страхование жизни, страховые полисы все продают, вот при всем, как бы, так сказать, таком, несколько, MLM-ном характере этого бизнеса, за страхованием есть, в общем, рациональное зерно, да, если вы застраховали свою жизнь на миллион, и с вами что-то случилось, семья, это миллион в большинстве случаев получит, но то, что вопрос, так сказать, с документами, с заверением, с переводом, тем не менее, но это для небольших активов, да, вы не можете все свое имущество, на сумму всего своего имущества застраховаться, нереально, да, расходы по страхованию будет, страховая премия превышает разумные мерки, тем не менее, для хотя бы такой маленькой везли своей семьи сделайте, застрахуйте свою жизнь в большую сумму, вот, акционерные соглашения в России, наследственные фонды пока не работают, являются только одним из наследников, да, так сказать, они не позволяют активы до смерти передать, да, иностранные компании, об этом обязательно нужно подумать, самое простое, это запасной директор или акционерные соглашения, почему, потому что, когда уходит бенефицар, и пока банк не решит, что есть новый бенефицар, а чтобы появился новый бенефицар, нужно ввести его в реестр, BVI там, или Кипра, или что-то еще, это может занимать полтора-два года, все эти полтора-два года счет без работы, бизнес разоряется, потому что он кому-то должен заплатить, заплатить не может, потому что счет заблокирован, вот, пожалуйста, об этом нужно заранее позаботиться, да, то есть просто технически, да, просто технически должен кто-то вас заместить, если с вами что-то случится, зарубежные частные фонды и трасты, это очень серьезная такая защита, да, Владимир рассказывал, ну, есть масса всего, и, конечно, применимость тех или иных инструментов, либо их комбинация зависит от конкретного случая, и, в общем, призываем всех подумать, прийти, там, не знаю, с нами, или с кем-то еще на эту тему посоветоваться, посудить, что может быть. Наследственные фонды расскажут российские, не буду, пока ничего интересного, ну, и, как мы уже говорили, да, наш подход, мы стараемся комплексно, подойти, рассмотреть все активы, вид деятельности, риски связаны с этой деятельностью, здоровье ваше, посмотреть, да, как у вас, насколько у вас там планировала продолжительная жизнь, состав семьи, семья должна быть в курсе, да, так сказать, что происходит, планы жизненные, может быть, там учатся дети за рубежом и в России, супругу любят теплое море, на море, на горы, или что-то еще, да, все это все влияет на оценку возможных решений и по защите текущей, активы, и то, о чем мы сейчас в рамках этой презентации берем, о простох наследовании, очень важный, серьезный вопрос, все, я не думаю, что кто-то хочет, чтобы активы пропали после его жизни, да, вот, здесь еще же интересы бизнеса, интересы семьи, тоже, да, конфликтует, бизнес хочет продолжаться, зарабатывать прибыль и зарплаты топ-менеджером, а семьяц, может быть, просто деньги хочет получить, это часто интересы, тоже деметриально противоположны, масса, масса, есть вопросов, которые нужно рассмотреть, и были сложные случаи у нас, и были простые случаи, в общем, в любом случае, если не было заранее планирования, то очень, очень все сложно, вот, это мы с Владимиром, ну, в конце мы, наверное, все координаты покажем, молодец, два слова добавишь. Значит, от Людмилы вопрос, в какой ситуации, что лучше отдать предпочтение, трасту или фонду? Ну, траст это конструкция общего права, это договор, а не юрлицо, и в этом смысле для россиян, как представителей континентального права, эта конструкция менее понятная, они в результате ее редко пользуются, пользуются только те, кто получал образование на Западе, или живет в какой-то стране общего права, типа Великобритании или Штатов, больше предпочитают пользоваться фондами, потому что это более понятно, это ее лицо, оно, по большому счету, мое, на нем имущество, в случае с трастом, имущество на трастовом управляющем, да, то есть на третьем лице, и фонды, в отличие от трастов, имеют фиксированный тариф на управление, потому что управляющие в трастах стараются сделать процент от размера активов, почти гонорары, а фонды, это я заодно отвечаю на следующий вопрос, этот гонорар фиксированный, и добавляется, может быть, то время, которое управляющий использовал за год для того, чтобы сделать платежи или что-то там поменять в фонде. По нашей практике это может обходиться 15, 20, 25 тысяч евро ежегодное обслуживание такого фонда для значительных активов. И последний вопрос от Елизаветы, можно ли внести изменения в первоначальные условия фонда? Фонда, вот эти правила управления, которыми ограничен управляющий, они содержатся в уставе, часть правил, и это регистрируется в реестре компании. А часть правил содержится в так называемом регламенте или внутреннем уставе в дополнение вот к этому основному уставу. И внести изменения в ту часть, в которой регламент, есть всегда возможность у учредителя, потому что это как завещание. У вас появился еще один наследник, внук, например, родился, вы его доносите в завещание, он периодически туда вносит изменения. Внести изменения в основной устав, который регистрируется в реестре компании, Так же возможно, но там обычно некие базовые условия, как в уставе компании содержатся, что в целом может этот фонд. Поэтому там сильно детализировано не прописывается, что именно данный конкретный фонд может. Больше работа ведется с этим внутренним уставом. Но отвечая на вопрос, то и другое изменение внести можно. Сергей, тут вопрос поступил от Татьяны. Большую силу имеют правила той стороны, где находится актив? Давис от вида актива. По недвижимому имуществу да, по недвижимому имуществу место проживания либо смерти бенефициара.